Ку-ку-ку-ку-ку. Желтые штаны, два раза ку-ку. Ку-ку-ку-ку-ку. Приветствую вас, друзья! Многие из вас знакомы с понятием физического лица и знают, что это основной термин, обозначающий субъект права так называемой Российской Федерацией. В свете последних открытий нужно уточнить, что имеем мы в виду не РФ парламентскую, другое именование РСФСР, где действовал и действует Конституция, основной закон от 12 апреля 1978 года, а РФ – президентская коммерческая компания, берущая свое неславное начало 25 декабря 1991 года. Понятие «физическое лицо» является специально юридическим для обозначения индивидуального субъекта права. В советском законодательстве и научных работах индивидуальный субъект права обозначался главным образом через понятие «гражданин, гражданин Советского Союза». Мицкевич полагал, что субъектами права могут выступать только люди, обладающие сознанием и волей, и создаваемые ими организации, ведущие ту или иную деятельность в конечном счете также по воле и в интересах общественных групп людей, классов или всего народа. В 50-70-х годах XX века отечественные государствоведы и представители отраслевых наук выделяли и другие субъекты права. Так, Кравчук, Коток, Основин, Бойцов рассматривают народ в качестве отдельного субъекта. В законодательстве нашей страны люди как субъекты гражданского права долгое время именовались граждане. Статья 9-12 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года. И только в основу гражданского законодательства Союза СССР и Республик, которые были приняты Верховным Советом СССР 31 мая 1991 года, на странице 733 использовалась формулировка «граждане», а в скобках «физические лица». Эта формулировка используется и в Гражданском кодексе РФ 1994 года, в том числе в названии главы 3. То есть до 1991 года в Советском Союзе никаких физических лиц и в помине не было. Важно то, когда именно появился данный термин в советском законодательстве – 1991 год. Это и год липового переименования РСФСР и многих других горестей, свалившихся на головы советских людей. Физические лица – это люди, имеющие различный статус, характеризующий их принадлежность к тому или иному государству. Это могут быть и граждане, и иностранцы, и лица без гражданства и иные. Гражданское право в целом предоставляет одинаковый объем прав всем физическим лицам, вне зависимости от наличия или отсутствия у них гражданства Российской Федерации, которой, как мы знаем, и нет. В этой связи по общему правилу закона потребляет понятие «физические лица» и «граждане» как синонимы. Если мы посмотрим, статью 3 Гражданского кодекса РФ. Гражданское законодательство новоиспеченного так называемого государства РФ не использует такой термин, как «человек». Субъектом гражданского права в этой связи признается каждый человек, где бы он ни находился, по статье 6 Всеобщей декларации прав человека только в рамках международного законодательства. Вот у вас на земле. Как вы определяете, кто перед кем сколько должен присесть? Ну, это на глаз. Дикари! А основные черты физического лица в Российской Федерации? Какие же они? Физическое лицо не является субъектом конституционного права, то есть не имеет никаких прав конституционных. Иными словами, в Конституции, Уставе РФ никаких прав физлицо не имеет. Физлицо не является субъектом кодекса законов по труде, не имеет никаких трудовых прав, не является собственником результатов своего труда, не имеет права претендовать на оплату своего труда. На основании первого и второго пункта не является собственником какого-либо имущества. Закон о собственности отменен в 2007 году. Не является субъектом жилищного кодекса. Не является субъектом семейного кодекса. Единственное упоминание в статье 151, да и то лишь в качестве наемных воспитателей. Не имеет никаких прав на своих детей. Не имеет никаких прав на самого себя, так как само является собственностью. Физическое лицо в РФ – это одни сплошные обязанности, какие уж тут права. И еще один немаловажный факт. Понятия физические и юридические лица относятся исключительно к юрисдикции США. И в Советском Союзе о данных понятиях узнали после заключения соглашения между правительством Советского Союза и правительством США о торговле, которое состоялось 18 октября 1972 года. Если мы откроем текст данного соглашения о торговле, то в статье 2 мы прочитаем, что торговые операции между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки будут осуществляться в соответствии с действующими в каждой из стран законами и правилами, относящимися к контролю над импортом и экспортом и финансированием. И на основании контрактов, заключаемых между внешнеторговыми организациями Союза Советских Социалистических Республик с одной стороны и, внимание, физическими и юридическими лицами Соединенных Штатов Америки с другой стороны, оба правительства будут облегчать соответствие с действующими в каждой из стран законами и правилами заключения таких контрактов, в том числе и долгосрочных, между внешнеторговыми организациями Союза Советских Социалистических Республик и физическими и юридическими лицами Соединенных Штатов Америки. Понимается, что такие контракты будут, как правило, заключаться на условиях, обычно принятых в международной торговой практике. А также посмотрим статью 4, где написано, что все платежи в валюте между внешнеторговыми и другими соответствующими организациями Союза Советских Социалистических Республик и физическими и юридическими лицами Соединенных Штатов Америки будут производиться в долларах США или в любой другой свободно-конвертируемой валюте по взаимной договоренности между такими организациями и лицами. Подведя краткий итог, выясним, что в Советском Союзе не было и не могло быть никаких физических лиц. Это понятие из правового поля США, что вполне закономерно, как и понятие налогоплательщик, также из этого же правового поля. В связи с чем совсем неудивительно, почему и куда утекают ресурсы после 1991 года с территории нашей Родины. Того самого года, после которого на нашей территории появились и действуют данные понятия. В связи с чем возникает следующий вопрос. Почему у некоторых представителей, позиционирующих себя в правовом поле Советского Союза, проскакивают в их документах эти самые физические лица? Давайте разберемся. Цапу надо крутить, цапу. На, сам делай. Не нельзя, я чатланин. Уйди отсюда! Как советовать, так все чатлани. Как работать, так... Пример первый. Сайт Союза коренных народов Руси, где выясняется, что, выдавая паспорта СССР, данная организация имеет свою налоговую службу и присваивает ИНН номера физическим лицам в СССР. Большой вопрос, откуда именно взялись эти самые физические лица в СССР. Второй пример. Декларация о единстве советского народа, его правильного соединения и на осуществление всей полноты власти и государственного суверенитета на территории СССР от 29 октября 1995 года, где в тексте находим такой пункт 3, в котором написано, что совершенно нетерпимой должна быть решительно осуждена мировым сообществом, всепрогрессивной мировой общественностью, дискриминацией физических лиц по признаку их принадлежности к гражданству СССР. В связи с чем у меня возникает следующий вопрос, каким образом некий субъект права, некое физическое лицо, имеющее корни в правовом поле США, как мы уже выяснили, каким-либо чудесным образом получить гражданство СССР. Далее прочитаем под пункт Г этой же третьей статьи, где написано, что в качестве временной меры, и если в том окажется нужда, должны иметь возможность беспрепятственно оформить двойное гражданство, одним из которых является гражданство СССР, другим гражданство, учрежденное режимом правления, возникшим в период после 1985 года на территории их проживания. Вот тут совсем полная нестыковка. Если мы откроем закон о гражданстве СССР, то в статье 11 мы увидим непризнание за гражданином СССР принадлежности гражданству иного государства. И сказано, что за лицом являющимся гражданином СССР не признается принадлежность гражданству иного государства. В СССР было и есть союзное гражданство, и каждый гражданин Союзной Республики являлся и является одновременно гражданином СССР, и каждый гражданин Автономной Республики являлся и является одновременно гражданином Союзной Республики, в состав которой входит Автономная Республика и гражданином СССР. И никаких иных форм гражданства в СССР не было и быть не может. Тем более мы же с вами знаем, что у коммерческих структур, к фирме РФ Президентская, например, граждан в принципе нет и быть не может. Кто не знает, посмотрите подробное видео на эту тему, ссылка сейчас у вас на экране. Вот и непонятно, как в принципе можно допустить двойное гражданство, не имея в виду союзного гражданства по законам СССР, а гражданство СССР наряду с гражданством неких фирм РФ, Украины и так далее, которые не являются в полном смысле гражданством. Ведь гражданством может быть должным образом пройденная процедура принятия гражданства за пределами СССР, например, гражданство Австрии, Великобритании или США. Но это запрещено законом о гражданстве СССР по 11 статье. Вот и получается такая странная нестыковка. Внезапно появившиеся физические лица из правового поля США, да еще и право на двойное гражданство, в принципе запрещенное гражданам СССР. Хочу разобраться вместе с вами в этом вопросе, уважаемые подписчики и зрители, буду рада разумным и взвешенным, спокойным пояснениям. Полагаю, что многие знают данную декларацию и хотят посетить данный съезд граждан СССР. Так вот, очень бы не хотелось, чтобы люди были введены в заблуждение и подписали документ, который каким-либо образом может негативно повлиять на их жизнь и жизнь нашей Родины, которой сейчас нужно, наше единство, взвешенные решения исключительно в правовом поле СССР и РСФСР, действующем правовом поле, на территории которой мы находимся. Только так и никак иначе. Никакой отсебятины. На нее посмотрите. Девочка, вы тут самые умные? Это вам кто-нибудь сказал? Или вы сами решили? Но тут стоит заметить еще такой важный момент. Вспомним 17 марта 1991 года, когда по результатам общенародного референдума народ своим волеизъявлением получил страну в собственность. По результатам своего волеизъявления мы перешли в прямое народовластие, и наша Родина стала уже не государством, а державой. Мы вернули утраченный 400 лет назад статус, и граждане СССР, соответственно, стали державниками. Поэтому использование термина «физическое лицо» в принципе недопустимо в каких-либо декларациях, а понятие «гражданина» возможно и нужно как переходная категория. Но стать гражданами СССР не самоцель. Это возможность восстановления своих прав, части прав после опущения всей страны до уровня ниже клинтуса в форме физических лиц. Пора изжить рабство из народного сознания и, восстановив истинный статус народа и страны, перейти к непосредственному управлению своей страной вне Конституции и законов. Впереди у народа переход через социалистическую платформу в кон. Есть опасная вероятность, что чужеродная система опять вменит гражданам новый траст. Для того, чтобы этого не произошло, нам нужно объявить до 2021 года свой державный статус. 100 лет с момента образования СССР, который совершенно исключает внешнее управление. Обрести и восстановить потерянную народом совесть – это значит взять ответственность за свою землю, на себя полностью, то есть на все 100% полномочий. Наличие статуса державник подкрепляет и сама формулировка в бюллетене референдума, где в полной мере гарантируются права и свободы человека. Было прописано естественное право человека от рождения, а это права 100% с отсутствием обязанностей, то есть есть еще до учреждения статуса гражданин. Этим референдумом люди вернули свою страну как хозяева, и теперь у нас нет права на ошибку. Поэтому так не хочется, чтобы чистые намерения той же Хабаровой могли быть использованы чужеродной системой для достижения своих корыстных целей. Это основополагающая тема, которая расставляет все точки, только не над чужеродной «и», а в аббревиатуре РСФСР, как было до подмены понятий, когда после 1974 года вдруг исчезли точки с аббревиатуры нашей территории, которая должна прекратить быть дойной коровой, для чего нам необходимо объявить именно державный суверенитет, но не ниже. Государственный суверенитет государства-граждане не соответствует нашему истинному статусу, и для этого нам необходимо вернуться в точку, в которой нас начали колонизировать, то есть статус граждан, и поставить далее Британию в позицию ответчика по долгам. Вот такое получилось глобальное видение в этом непростом вопросе. Благодарю всех за внимание. Да, и перед нами чатланами должны делать вот так. Обязательно подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, мои контакты и важные ссылки в правом углу. Повышаем осознанность вместе с вами.